Пожар В ночь на воскресенье произошло около 12 часов ночи. Супруги в это время спали. Почувствовав запах дыма, пенсионеры пытались выбраться из горящего дома. Им это не удалось. Тело 65-летней женщины пожарной обнаружили на полу. Рядом с ней в полусидящем положении был найден мертвым 56-летний муж. Подробный репортаж в 18 часов 30 минут. В ночь на воскресенье в Нижнекамске произошло ДТП, в котором погиб человек. Калина, двигаясь по корабельной, совершила столкновение с ВАЗом 14-й модели. После удара последний автомобиль вынесло за пределы проезжей части, что привело к сносу светофора. Пассажир, сидевший на заднем сидении 14-й, вылетел через заднюю дверь и погиб на месте ДТП. Второй пассажир, находившийся на переднем сидении, получил травму головы. Его и водители 14-й увезли в больницу. Водитель Лады Калины не пострадал. По факту аварии ведется следствие. Тогда и будут установлены виновники ДТП. Подробности в итоге в выпуске новостей в 18 часов 30 минут. В Нижнекамске прошла выставка редких пород кошек. В ней приняли участие владелицы со своими питомцами из нашего города, набережных Челнов и даже Москвы. В общей сложности в одном месте собралось около 60 животных. Выставка вызвала большой интерес. Посмотреть на усатых-полосатых приходили семени. Еще бы, такие мероприятия в Нижнекамске проходят редко. Выставка носила чисто ознакомительный характер. Здесь не было судей и призовых мест. Владельцы кошек собрались, что называется, на других посмотреть и своих питомцев показать. Артисты фонда «Таланты мира» посетили Нижнекамск с концертом. В музыкальном колледже они представили шоу «Любимые мелодии кино». Тур по городам России организован в честь 120-летия кинематографа. Более часа четыре артиста радовали зрителей известными песнями из кинофильмов. Все это проходило под живой аккомпанемент. В представлениях участвовали известные артисты, солисты Государственного Большого Академического Театра России. Это Владимир Огнев и Елизавета Нарис. Победитель проекта телеканала «Россия» «Живой звук» Сергей Дудинский и музыкант Станислав Серебренников. Концерт организован фондом «Таланты мира» под руководством Давида Гвианидзе. Ясную погоду обещают завтра синоптики. Температура воздуха будет составлять 2 градуса со знаком «плюс», ветер юго-западный 5 метров в секунду. Как коллектив драмтеатра отметил свой юбилей и ветераны Нижнекамского футбола провели памятный матч. Это не только в 17 часов. Оставайтесь с нами и будете в курсе всего, что происходит в городе. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok